Лавочки во дворе подождут. С программой 50+. Мы по жизни обычно бежим, все бы успеть, не пропустить ничего. А тут вдруг раз и пенсия. И на рубеже этом самое главное движение не прекращать, уверена главный врач Кировской городской больницы номер 2 Ирина Морозова. Наверное появляется какое-то желание отдохнуть и ограничить чем-то себя. Вот это делать ни в коем случае нельзя, нельзя останавливаться. Если вам не хочется, надо себя заставить. Иногда ложное впечатление, что у меня много болячек, поэтому мне двигаться нельзя. Двигаться надо однозначно. Вопрос, как двигаться, чтобы опять же не навредить. Нужно выбирать благоприятные для вас виды нагрузки с учетом имеющихся заболеваний. В первую очередь нужно прийти к своему участковому врачу и попросить рекомендации по двигательной активности. Либо прийти в отделение профилактики или кабинеты профилактики. Сейчас они есть в том или ином виде во всех лечебных учреждениях. Не можете с легкостью на свой пятый этаж подняться. Зарядку не делаете и не гуляете по полтора часа в день. Ситуацию срочно надо исправлять, советует врач. Ученые доказали, что к 90 годам при сидячем образе жизни организм теряет 70% работоспособности, а при спортивном всего 30. Вывод понятен. Физическая активность сохраняет силы и молодость. Когда мы расширяем активность двигательную именно у людей за 50, то в первую очередь мы нейтрализуем фактор риска. Мы предотвращаем развитие хронического заболевания, либо его обострение предотвращаем, делаем его течение более благоприятным. Именно с этой точки зрения нужно оценивать физкультурную нагрузку различной виды активности у людей. Самая тяжелая нагрузка для организма – отсутствие нагрузок. Но и тут надо не переусердствовать, говорит Ирина Морозова. Внезапное перенапряжение сил для организма опасно не меньше, чем бездействие. И при имеющихся болезнях некоторые виды нагрузок могут стать не благом, а причиной проблем. Общие рекомендации, которые можно дать – это точно не должны быть тяжести, это не должны быть очень быстрые какие-то нагрузки, ни в коем случае не бежать. То есть надо рассматривать виды нагрузки ходьба, увеличивая потихонечку расстояние. То есть нельзя, не занимаясь много лет, взять и завтра собраться в кросс на 2 часа. Все должно быть дозировано, все должно быть постепенно. Очень хорошие виды занятий в зале с элементами лечебной физкультуры. Но все это, конечно, лучше у квалифицированного инструктора получать рекомендации, не занимаясь самодеятельностью. Но есть и универсальный вид спорта, который подойдет всем и в любом возрасте, рекомендует врач. Плавание будет однозначно для всех благоприятно. Это и разгрузка для связочного аппарата суставного, людям с нулевой физической активностью оно подойдет. Это отлично для позвоночника с возрастом, особенно у женщин, когда идет потеря кальция, ослабевают кости и позвоночник, меняется осанка. Плавание – идеальный вариант для поддержания мышечного корсета и достаточная нагрузка. Причем его легко дозировать при нагрузке, увеличивая проплываемую дистанцию, при этом не увеличивая скорость или нагрузку на дыхательный, например, аппарат. Мы не нагружаем при плавании сердца и сосуда абсолютно. Это очень хорошая кардио-тренировка, мягкая. Обо всем, что говорит Ирина Морозова, знает не только из медицинской практики и научных трудов коллег. Она, как депутат УЗС, помогла открыть в Нововятском районе и в Радужном две группы для занятий спортом для тех, кому за. Теперь за примером позитивных перемен, которые несет в жизнь физическая активность, далеко ходить не надо. Потери веса, улучшение сна, хорошее настроение – все это результаты лечебной физкультуры, говорят те, кто занимается в группах. В скором времени планируют открыть еще одну, и всех желающих это проверить обязательно пригласят. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова. 50+. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok